Привет всем! Сегодня хотелось бы поговорить о изменениях касаемо бланка заявлений у гражданцев Российской Федерации, о тех изменениях, которые были внесены указом Президента Российской Федерации от 3 сентября 2017 года. Значит, указ Президента Российской Федерации от 3 сентября 2017 года был опубликован на сайте президента kremlin.ru в разделе «Документы». Вот здесь вот вы можете посмотреть. Либо можно посмотреть в консультанте. Вот там так выглядит приказ о внесении изменений в соответствующий порядок рассмотрения вопросов гражданцев Российской Федерации, которые в 2002 году. Также президентом Путина. Но мы посмотрим здесь его, потому что здесь более, так скажем, формат. Вот, наверное, более поинтереснее, да, чем в консультанте, потому что на сайте президента. Данный приказ вы видите о внесении изменений в положение порядка рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. И что там указано? Здесь основные изменения, которые... Они связаны с уставлением перечня документов, которые предоставляемых к заявлению. И здесь сказано, что основные, хотел бы сказать, моменты относятся к ИП, который занимается на территории Российской Федерации данной предпринимательской деятельностью и осуществляет эту деятельность на территории Российской Федерации в течение менее трех лет до подачи заявления о вступлении в гражданство. Кстати, по поводу... Сразу скажу, по поводу бланков. Новый бланк о... Вот он, новый бланк заявления на гражданство. И старые бланки уже с 3 сентября, они не действуют. Этот бланк можно скачать у меня... Надеюсь, правда, от 4 сентября, но он от 3 сентября. 4 он был опубликован. От... Значит, у меня она с моей страницы. Вот. С Ютуба там есть ссылка, и вы можете перейти в ВКонтакте. Там одна из ссылок есть, вы можете перейти и, соответственно, скачать у меня на странице. Это сам по себе указ, и это бланк заявления на гражданство. Вот мы его открыли. Не, он был на код. Вот он так выглядит. Только выглядит, то есть это на Москву. Я его в течение выходных заполню. Если кто-то где-то заполнял, или уже есть какой-то бланк, например, в каком-то отделении заполненный, отлично. Если у вас есть заполненный бланк, отлично. Я в следующем видео покажу заполненный мной бланк данного образца. Сразу скажу, что бланки старого образца, которые есть в интернете, они не действуют. Уже их не принимают. Принимают вот этот бланк. В нем есть графы, касаемые вид экономической деятельности. Вот, сейчас скажу, вот они. Юрлица и так далее. То есть эти графы, они не заполняются, если вы не являетесь ИП на территории Российской Федерации. То есть если не являетесь лицом, получившим, открывшим ИП и соответственно либо ООО, либо не являетесь иностранным инвестором, тогда заполняйте. То есть если у вас есть ИП, ООО, другие формы деятельности, вы указаны там как генеральный директор, как директор и так далее. То есть вам придется это заполнять. Если вы ИП, придется заполнять. Если вы инвестор, иностранный инвестор на территории Российской Федерации, вам придется это заполнять. И причем заполнять придется по, вот например, виду экономической деятельности основные. То есть они по общероссийским классификаторам надо будет смотреть. То есть так же, как вы заполняли заявление на открытие ИП или ООО и так далее. То есть они здесь должны быть все соответствовать. И за тот период предпринимательской деятельности, то есть за три года, которое вы, соответственно, ведете до получения гражданства, все эти АКВЭД в этот период вы должны будете их указать. Дальше здесь идет по ООО, соответственно, вы указываете всю информацию. ИНН, естественно, без него никак. И кроме этого, наименование вида экономической деятельности и вот коды по АКВЭД, они также указываются за тот период, когда вы занимались инвестированием. Кроме того, важно сразу скажу, что несмотря на то, что данные изменения касаются иностранных граждан, которые являются ИП, ООО, инвесторами и так далее, то есть фактически вот этот момент только были изменения, то Главное управление по миграции старые бланки заявлений не принимают. Я принимаю только его заявление нового образца. Поэтому даже если вы не являетесь ИП, не являетесь генеральным директором, являетесь простым гражданином Украины, который приехал, например, с Донецкой области или собирается приехать на территорию России и подавать заявление, то, соответственно, вам придется заполнять именно вот этот экземпляр, который можно скачать на моей странице, можно скачать его, посмотреть в интернете, пишите блан заявления на гражданство Российской Федерации от 03.09.2017 года номер 410 и скачивайте его. Я в понедельник очень постараюсь выложить вот сюда же и снять видео уже заполненное. Ну, в принципе, если вы уже заполняли, или у вас есть какие-то в лице старого, то новый только касаемо вот этих граф, да, нового изменения в бланк, они касаются вот этих вот моментов. То есть, в принципе, для бизнеса они будут являться актуальными. Для вас, соответственно, вы их просто пропустите, потому что они будут пропущены и, соответственно, там, скорее всего, либо поставить нет будет, либо просто будет игра в пусты, потому что вас это не будет касаться. Вот такой вот новый бланк появился с, ну, соответственно, указом президента Российской Федерации. И вся информация по этому приказу есть здесь, на сайте Консультант Плюс, либо вы можете найти их на сайте президент.кремль.ру, это сайт президента России. Вот они и все эти изменения. Здесь, естественно, написано, все сложно. Основную суть я вам сказал, какие были изменения внесены в бланк. То есть в бланк были внесены изменения для ИП, ООО и иностранных инвесторов, фактически, которые касаются именно по заявлению, по заполнению заявлению. Кроме этого, там еще касаемо лица, которые, например, получили профессиональное образование в Российской Федерации, осуществляют трудовую деятельность в не менее трех лет до подачи заявления о вступлении в гражданство. Там тоже, соответственно, здесь есть эта графа. И кроме этого, еще есть высокофлицированные специалисты графа, в которые были внесены изменения. Так, вот, сведения для обязательства об отказе от гражданства. В этом я все тоже вам пропишу, чтобы было образование, в классе по профессии, специальности по направлению подготовки. Но это, в принципе, все здесь стандартно. Кроме того, что здесь, пристой, есть еще нюансы, например, касаемо лица, имеющего ребенка, являющегося гражданином РФ, если другой, например, супруг этого ребенка, тоже гражданин РФ, умер для признанной бизнеса отсутствующего. Но это уже касаемо других изменений, например, для получения гражданства ребенка. И, то есть, это другой бланк, который я вам тоже покажу. Но это, например, если по гражданству ребенка есть вопросы. То есть, вы подаете на гражданство ребенка заявление. По общему правилу, по новому образцу, для, например, граждан Украины, которым мы рассматриваем здесь, здесь вот только вот эти вот изменения, касаемые ПМ. Значит, как я сказал, этот бланк можно скачать у меня на сайте. Он для Москвы, соответственно, здесь я также памятку постараюсь разобрать, вопросы по памятке. Может быть, несколькими видео, но, в принципе, там достаточно объемный вопрос, такой объемный. По каждому этому пункту. Сейчас я просто вам показал общее заявление. И сговорю вам, что по старому бланку нанесите, даже не заполняйте. Скачайте новый, лучше перепишите. И либо не спешите, посмотрите, может, где-то уже есть заполненные бланки. Такие, такой бланк заявления по новой форме. Либо подождите, вот я постараюсь в понедельник скинуть рыбу, скажем так, такую фабулу заполненную. И, соответственно, сниму видео, на видео посмотрю, как я заполнил. И прокомментирую, постараюсь прокомментировать пункты этого заявления. Вот такая вот информация. Желаю вам успехов. Если у вас есть какие-то сведения, пишите в комментариях. Есть вопросы, пишите в комментариях. Будем с вами обсуждать. И смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. Если какие-то нюансы, уточняйте в комментариях. С удовольствием с вами обсудим. Всего доброго, счастливо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok